Он все это делал без вашего рабочего? Без вообще, ни с нашими разрешениями, ни с кем он не согласовал. И вот эти ключи, это и есть элементы фундамента? Вот, это все, да, это все фундамент. Ирина рассказывает про своего соседа. Живет в доме на четырех хозяев и лишь он, по словам Ирины, относится ко всему зданию слишком уж по-хозяйски. Здесь строительный мусор, все захламлено. Получается, ну вот эти вот доски, тут вот тоже соседи жалуются, хоть, ну, как бы немножко он сдвинул, он не согласовал ни с архитектурной, ни с чем. Он сделал самостоятельно окно, снял какую-то несущую там стену. И все это не согласовано. Он сделал много, но ничто не довел до конца. И вот уже два года сосед не живет в своей части, что в цоколе дома, не топит. От того в комнатах, где живет Ирина с детьми, промерзает пол, проступает плесень. С самим Евгением мы поговорить так и не смогли. Телефон недоступен, зато доступен для суда. Так говорит юрист в сфере ЖКХ. Однозначно, если у них есть некие элементы общего имущества, как то, например, стены между ними, может быть, какие-то места общего пользования и так далее, то в этой ситуации и они затрагиваются, тем более такой реконструкции зачастую. То в такой ситуации обязательно необходимо получать согласие, так сказать, смежных собственников. Это один момент. Второй момент. Никакая реконструкция не может быть произведена самовольно. В любом случае для этого необходимо получить разрешение соответствующего ордена. Разрешение администрации района или городского архитектурного комитета. Плюс за подобным следит госинспекция. А вот в случае с отоплением нужно документально зафиксировать нарушение температурного режима. В помощь Роспотребнадзора и та же госинспекция. Если не этот сюжет, не госструктуры не убедят соседа привести все в порядок, убедить может суд. Анастасия Драган, Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова